Здравствуйте! Представляю вашему вниманию обзор новостей спорта. На татами и гены помогают. Брат и сестра Антон и Кристина Шиловы отличились на двух турнирах под дзюдо. В Словакии прошел Кубок Европы. Кристина Шилова завоевала бронзовую награду. Уступила наша спортсменка только Марина Уилсон из Великобритании, которая в итоге взяла золото. А Антон Шилов выступал на всероссийских соревнованиях в Магнитогорске. Ему также удалось занять третье место. Молот при Каме завершил выступление в Альметьевске. Там проходил традиционный предсезонный турнир Кубок Нефтяников. В заключительной игре наши добыли победу 5-3 над пензенским дизелем. Шайбы на Щетуремова, Конзюбы, Тымченко, Кузнецова и Ерохина. Добавлю, что лучшим защитником турнира признали Евгения Дубовицкого. Новый сезон ВХЛ для Молота стартует 6 сентября. Дома наша команда сыграет с китайским клубом Ценг Тоу. А в российском футболе сезон в самом разгаре. Звезда провела очередной домашний матч. В гости приезжал лидер дивизиона КАМАЗ из набережных Челнов. Наши футболисты легко переиграли соперника 5-2. По разу отличились Чухланцев, Тюкалов, Секретов и Субботин. Еще один мяч в свои ворота забил игрок КАМАЗа. Сегодня получилось обыграть лидера КАМАЗа за счет реализации моментов, которые мы создали. В 12-й минуте мы вели уже 3-0. То есть, я не знаю, поверить или нет, но сегодня именно на установке было сказано, что, ребят, хотелось бы в первую очередь, чтобы те моменты, которые мы создаем, чтобы мы их реализовывали. И сегодня прям за 12 минут 3 момента, 3 гола. Ну, это тут сверхрадость такая, да. И потом как бы довелось уже игру довести до победного результата. Сейчас у звезды 10 очков и 6-е место в турнирной таблице. Впереди выездной поединок 9 сентября против команды «Зенит» и «Жевск». Напомню, в кубковой игре летом перемики уступили коллективу из Удмуртии на своем поле 2-3. У меня на этом все. Ждем развития спортивных событий.